здравствуйте друзья довольно часто различные устройства которых я делаю обзоры мне присылают подписчики за что я безмерно им благодарен герой этого обзора был получен мной качестве лота для благотворительного аукциона которая провожу на своем телеграм-канале но перед этим я решил протестировать и рассказать всем о его возможностях говорить мы сегодня будем о универсальном шлюзе для экосистемы ту е-smart который нужен для того чтобы подключать и управлять устройствами с интерфейсами zigbee и bluetooth в том числе mesh сам же шлюз работает через ethernet порт проводной что обеспечивает более высокую стабильность и скорость чем вайфай и не создает лишних радиопомех по традиции перед тем как начать прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше тип устройства универсальный шлюз интерфейсы ethernet zigbee 30 bluetooth 50 mesh указан также вайфай но мои тесты этого не подтвердили количество дочерних устройств не менее 128 питание micro usb 5 вольт рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов цельсия поставляется устройство в картонной коробке схематическим изображением шлюза и указанием его интерфейсов причем вайфай тут есть а упоминание ethernet отсутствует комплекте кроме самого шлюза есть и кабеля для подключения его к сети и к питанию тут используется стандартный micro usb разъем есть и небольшая инструкция на английском блока питания в комплекте нет подойдет в принципе любой с usb разъемом или сразу с micro usb например от старого телефона я обычно использую многопортовая зарядная станция так намного удобнее для увеличения количества ethernet портов которых в домашних роутерах обычно немного можно докупить свитч на 8 или 16 портов инструкция на английском ничего особо важного тут нет параметры про которые я уже рассказал назначение управляющих элементов описание подключения к приложению корпус устройства имеет круглую форму диаметр около 11 сантиметров толщина около 3 сантиметров на одной из сторон корпусе есть вырез которым располагаются интерфейсные порты ethernet для подключения сети и micro usb питания тут же находится кнопка сброса шлюза верхняя часть устройства центре находится функциональная кнопка однократное нажатие на нее включает и выключает режим подключения новых устройств двойное управляет сигнализацией вторая окружность на крышке это подсветка режимов работы на нижней стороне находятся антискользящие ножки центре снова перечислены параметр и тут тоже указан вай фай но не слово об азернет подключение шлюза начинается по bluetooth сначала я хотел попробовать без сетевого провода но это приводило к ошибке подключения зато после подключения к роутеру через кабель все получилось с первого раза без проблем вот так это выглядит в приложении после включения и загрузки он обнаруживается автоматически этот этап работает через bluetooth далее запрашиваются параметры для подключения к вай фай и запускается добавление но без сетевого кабеля она завершается с ошибкой а после того как я подключил шлюз к домашней сети через ethernet все прошло быстро и без ошибок устройство появилось в общем списке системы кстати шлюзов может быть несколько в моем случае 2 и устройства подключены к ним могут взаимодействовать через автоматизации на главном экране есть два списка для bluetooth и для zigbee с запуском режима подключения сразу скажу что bluetooth устройств для туя у меня на хозяйстве не оказалось поэтому тесты буду проводить на zigbee кроме этого тут есть журнал событий свойствах указана совместимость google home и amazon алекса как это работает я показывал много раз в обзорах zigbee устройств взаимодействие происходит на уровне аккаунтов устройство с поддержкой например google home при подключении к шлюзу будут автоматически появляться и там самого шлюза видно не будет он является мостом в этом же меню можно проверить и обновить прошивку шлюза и беспроводных модулей в меню сетевой информации указан его mac адрес карте сети роутера шлюз легко находится мак совпадает интерфейс проводной через ethernet так как данные о вай фай сети передавались на шлюзной этапе подключения я несколько раз проверял что будет если отключить проводной сеть результат один и тот же приложение шлюз отображается как оффлайн карте сети роутера новых устройств не появляется отсюда я делаю вывод что по крайней мере попавшая ко мне ревизия все-таки не имеет на борту вай фай для тестирования использовал несколько свободных zigbee устройств которые нашлись у меня под рукой розетка переходник с энергомониторингом лампочка под стандартный патрон е27 с режимами белого и цветного света она была показана в моем предыдущем видео где я ее сравнивал с лампами окара еще я хотел провести проверку принципиальной возможности работы автоматизации в условиях отсутствия сети для этого я подключил беспроводный выключатель процесс подключения стандартный нажимаем кнопку добавить устройство подсветка на шлюзе при этом начинает светиться синим цветом после этого переводим устройство в режим сопряжения обычно для этого нужно зажать клавишу включения или сброса далее шлюз обнаруживает и подключает его можно обойтись и без приложения нажимаем один раз кнопку на верхней стороне шлюза и он тоже перейдет в режим подключения после добавления приложение пришлет уведомление о новом устройстве и все что подключено будет отображаться как плагине шлюза таки в общем списке устройств для теста я создал простую но практичную автоматизацию которая по событию однократного нажатия на клавишу беспроводного выключателя переключает состояние лампочки то есть если она была включена выключена и наоборот второе действие устанавливает максимальную яркость и желаемую цветовую температуру нейтральный свет сейчас шлюз подключен проводом приложение видит его онлайн все подключены устройства тоже автоматизация работает корректно и быстро а сейчас к шлюзу подключено только питание он и все подключены к нему устройства не в сети автоматизация работает совершенно нормально независимо не от интернет не от домашнего роутера нужно понимать что это сработает только когда в автоматизациях задействовано устройство непосредственное подключено к шлюзу zigbee или bluetooth также условия ли действия автоматизации не должны содержать пунктов для выполнения которых нужно обращение к облаку уведомления световые сцены и так далее в шлюзе есть режим сигнализации которая может работать трех режимах два активных дом и не дома для них можно устанавливать разные сигнальные датчики и режим под названием разоружен то есть деактивировано настройки находятся в пункте защитить настройки перевод тут хромает необходимо указать сигнальный датчик который будет являться триггером для сработки сигнализации он должен быть подключен непосредственно к шлюзу подходят например сенсоры движения присутствие или открытия как моем случае я дополнительно подключил датчик открытия от санов кроме этого устанавливается задержка от момента запуска до постановки на охрану и от момента сработки сигнального датчика до запуска тревоги если на этот промежуток режим охраны не будет отключен тогда сработает тревожное сообщение ставить и снимать с охраны можно и двойным нажатием на кнопку сверху шлюз при этом включает красную подсветку сирены шлюзе нет поэтому тревога приходит в виде уведомления на телефон также можно запустить тревожное уведомление вручную тут есть три варианта паника экстренная ситуация и пожар шлюз может участвовать и в автоматизации в разделе триггеровые условия для шлюза создана четыре варианта событий правда по названиям сложно точно понять что означает каждый из вариантов можно попытаться разобраться исходя из тех пунктов которые содержатся в вкладках и поэкспериментировать с ними в действиях те же самые пункты только тут мы не проверяем а устанавливаем нужный статус и я попытался сделать несколько тестовых автоматизаций чтобы разобраться как еще можно применять шлюз например по событию сигнал тревоги включен логично запустить какое-нибудь подходящее действие в идеале включить сирену если такие устройства для туя smart я попробовал включить лампочку в режиме красного света но тревога сработала автоматизация не отработала я пробовал разные варианты хотя бы установить или снять режим сигнализации через автоматизацию при запуске ошибок не было но заставить шлюз переключить режим охраны таким образом мне не удалось home assistant шлюз можно пробросить через штатную автоматизацию туя smart local туя работать с ним не сможет после первичной настройки все добавляемые устройства будут появляться тут автоматически сам шлюз не имеет никаких объектов и отображается как неподдерживаемый его задача это роль моста который управляет digby bluetooth устройствами например розетка поддерживается нормально тут есть и управление реле статус после восстановления питания режим работы диодов сенсоры энергомониторинга по умолчанию деактивированы их можно активировать лампочка тоже пробросилась корректно после включения и выключения тут есть управление яркостью и два режима работы в режиме белого света есть регулятор изменяющий цветовую температуру цветном режиме палитра цветов эти устройства можно использовать в общих автоматизациях соединяя продукты от разных производителей вне зависимости от их интерфейсов но не все будет так гладко часть подключенных устройств например датчик открытия беспроводный выключатель не поддерживаются поэтому не имеют ни одного объекта управления для тех кто пользуется штатным функционалом который предоставляет tuya smart герой обзора на мой взгляд оптимальный вариант так как позволяет работать из zigbee и с bluetooth устройствами причем случае когда в автоматизациях задействованы только они полностью автономно а работа через порт ethernet быстрее и надежнее чем вайфай home ассистент zigbee лучше работать с юсб или сетевым координатором через zh или zigbee to mqtt шлюз пригодится для работы с bluetooth устройствами можно посмотреть сторону модели только с этим интерфейсом хотя зигбе может понадобиться для обновлений прошивки и сброса данных например счетчиков энергомониторинга на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новое видео подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления дополнительной информации и ссылки доступны в описании под видео спасибо за внимание до новых встреч всем мира а